всем привет с вами алексей 2 мая 2021 20 километров от харькова украина и потеплело хорошая погода нет ветра вот сегодня утром стал сделал обработки и спешу вам напомнить что но у меня то уже это не вторая обработка скажем так но у вас особенно кто посадил молодые растения да и вообще для других растений это должна быть так минимум вторая обработка препаратом хорос или его аналогом не знаю если налоги или нет вот такой препарат хорос выпускает швейцария ну здесь уже пишут у нас в киеве допустим вроде как делают но под контролем сингенты покупаете препараты у дилеров то есть куда компания сингента поставляет продукты чтобы избежать подделки это важный момент тогда препараты работают не связывайтесь с подделками это первое главное обработки проводятся при плюсовой температуре хотя бы плюс 5 желательно чтобы было хорос работает скажем так при даже небольших заморозках но это потом быстро впитывается в растения несколько часов и даже если пойдем пойдет дождь не страшно на 10 литров пакетик там смотрите надо смотреть инструкцию потому что для клубники это увеличивается даже в четыре раза для винограда концентрации поэтому пожалуйста читайте внимательно ничего сложного в этом нет также в эти же 10 литров хороса который разбавил слегка теплой водой я добавил вот такую еще тему называется прованта макси это бывший конфидор делает фирма buyer немецкая очень хорошо себя зарекомендовала средства можно заменить вот у него есть еще этой же фирмы прованта вернал прованта профи да ну вот это именно макси это именно аналог конфидора и очень хорошо себя показывает вот это ваша вторая необходимая обработка называется баковая смесь хорос работает от заболеваний грибков и так далее прованта макси работает против грызущих сосущих жуки пауки и так далее клещи долгоносики вот так же потом будут продолжаться уже следующей обработки вам надо запастись препаратом скор тоже оригинальным и туда же добавлять можно вот эти вот прованты почему метален так это не реклама просто проверено все это очень хорошо работает скоро работают при более теплых температурах хорос работают пока еще прохладно скажем так так но на этом обработки не заканчивается теперь же надо немножко наше растение подкормить начать подбрасывал под корень уже азотные удобрения ну вот вот типа карбамида да вот ну я аммиачную селитру подбросил следующий буду подбросать карбамид немного небольшая жменька под растение это вниз и перед дождями как раз прошли хорошие дожди и все это зашло в землю это для небольших растений где корневая близко очень хорошо подходит также раз в неделю я уже начал вот такой препарат пкм стимул универсал это полный комплекс микроэлементов микроэлементы помогают улучшают иммунитет растения помогают справиться с небольшими заморозками и помогают транспортировать полезные вещества из земли поэтому очень полезная штука значит всего-навсего из вот такой 5 литровой баклажки сток 100 миллилитров на 10 литров воды плюс 50 грамм карбамиде к вот это для лучшей усвояемости ну и азотик как бы никогда еще в небольших количествах не помешал растению это раз в неделю на следующей неделе будет вот такой гумат калия в таких же пропорциях все то же самое очень легко делается быстро растворяется очень хорошо обрезивается недорого стоит фирма гумат калия вот кому интересно пкм стимул обращайтесь так хорошо ну что все на этом пока буду заканчивать значит перерывы между обработками у нас 10-14 дней где-то себе желательно фиксируйте смотрим по погоде если погода плохая похолодала задождила соответственно временное расстояние можно уменьшить так как это прекрасно повода для развития манилиозов и других болячек если потеплело соответственно мы понимаем что всякие жуки пауки быстрее будут вылазить и делать свое скажем так грязное дело согласен что обработки это не так просто и к сожалению не получится пойти там на рынке мне лев в каком-то маленьком магазинчике купить какой-то самый дешевый препарат который прямо от всего от всего от всего нет такого к сожалению пока нет пока для себя вот я определился хорус скор и некоторые другие медиан экстра тоже не очередуется медь препарат очень хороший вот для себя я уже как бы определился такими более универсальными средствами но опять же если это клубника и вы ее просто хорусом или скором обработайте не поможет к сожалению надо увеличивать концентрации в четыре раза поэтому вам понадобится большой и небольшой опрыскиватель не тогда у вас все получится соблюдайте погодные условия то есть вы поняли должно быть безветренно не должно быть сильного солнца вообще как бы обработки вот сейчас для того чтобы провести обработку я встаю очень рано и где-то около пяти утра я уже начинаю обработки всем спасибо огромное кто смотрел компон раз поставьте пожалуйста лайк этому видео подпишитесь на канал с колокольчиком звенящим оставьте комментарий и всем спасибо огромное кто смотрел и всем пока